Друзья, приветствую! Вот мы с вами встречаемся в последнем завершающем видео из данного курса. И в этом видео, не удивляйтесь, мы на гитаре с вами играть не будем, потому что я решил дать вам несколько важных советов, которые очень помогут вам в плане освоения гитары. Первый совет заключается в следующем. Всегда, когда вы начинаете ваши занятия, проверяйте строй гитары. Пусть это войдет в вашу привычку. Если у вас нет тюнера, обязательно его приобретите или используйте программы на вашем смартфоне. Эти программы называются гитарными тюнерами. Можете забить, они присутствуют и на айфонах, и на телефонах на базе андроид, и на Windows фонах. То есть огромное количество программ, выбирайте любую и настраивайте обязательно перед каждым занятием гитару. Проверяйте строй. Включили. Это займет у вас не более 6 секунд. По одной секунде на каждую струну проверили, убедили, что вся гитара настроена. Выключайте, и тогда начинайте занятие. Почему это принципиально важно? Если вы будете играть на гитаре, которая хотя бы даже немножечко расстроена, у вас возникает вероятность того, что испортится слух, и вы не будете слышать фальши. Поэтому всегда играйте на настроенном инструменте. Вторая рекомендация, второй совет. Инструмент играет ключевую роль в том, насколько успешно вы сможете освоить игру на гитаре. Если у вас дешевая или старая советская гитара, у которой гриф нужно регулировать каждые 5 минут специальным ключом, если у вас большое расстояние от струн до накладки грифа, если ржавые старые струны, если добежат колки и так далее и тому подобное, на такой гитаре рекомендую вообще не заниматься. Вы можете испортить себе позицию, ваше желание потихонечку завянет, и никакого успеха вы не достигнете. Соберитесь, найдите возможности, приобретите себе более-менее качественный инструмент. Такие гитары, как Yamaha C40 или Honor 6 модели, они вам будут в самый раз, если вы только начинаете играть на гитаре. Они недорогие, все стоят до 100 долларов или в пределе 100 долларов, поэтому возьмите лучше себе адекватный инструмент, который поможет вам в максимально сжатые сроки намного быстрее, чем на некачественной гитаре продвигаться вверх. Также рекомендую начать ваши занятия на гитарах с широким грифом. Это классические гитары. Если вообще нет никакой возможности, ладно, занимайтесь на гитарях эстрадного варианта с зауженным грифом, но лучше, если на них будут стоять нейлоновые струны. Конечно, нейлон лучше всего ставить на гитару классическую с широким грифом. Тут и расстояние между струнами повыше, и нейлоновые или карбоновые струны зажимать значительно проще. Не будут мозолей, не будут пальцы болеть. Поэтому моя вам рекомендация, золотой совет, начните занятия с хорошей гитарой. Следующий совет касается того, каким образом заниматься, сколько времени уделять занятиям. Я рекомендую заниматься ежедневно. Пусть это даже будут короткие присесты, 5, 10, 15 минут. Лучше, конечно, чуть-чуть побольше, но заниматься нужно ежедневно. Ни в коем случае не поступайте, как некоторые, когда происходит перерыв в течение одной недели или даже больше, и потом, тоска, делая свое дело, вы берете гитару, тоска по гитаре я имею в виду, и несколько часов подряд шлепаете по струнам, щипаете качественно-некачественно, пытаетесь что-то, потом снова забываете про гитару, и через какое-то время опять вспоминаете про свою мечту, и начинаете пытаться что-то освоить. Такой несистематический подход, он к хорошим результатам не приводит. Ежедневно, по несколько минут, даже если вы будете каждый день уделять, изучать всего один аккорд в день, то через 10 дней вы уже овладеете 10 аккордами, будете их достаточно качественно играть, чем если бы вы потратили несколько часов в месяц для того, чтобы как-то что-то освоить, и потом за месяц, разумеется, все забудете. Итак, моя рекомендация. Занимайтесь короткими присестами, но ежедневно. Можете несколько минут утром, несколько минут вечером уделить занятиям. Это такой мой вам совет. И еще в заключении многие спрашивают, с чего начинать, по табулатурам играть или по нотам? Я рекомендую, если вы хотите почувствовать вкус игры на гитаре, начать с табулатур, потому что вы поймете, каким образом играть по табулатурам в течение нескольких минут, и все, что вам останется, потом это шлифовать технику. С нотами немножечко посложнее, но ноты дают вам очень широкий выбор игры различных композиций, и в нотах более качественно отображаются не только длительности, но и различные динамические оттенки. По паузам больше понятно, по различным разбинкам, когда мелодия разбивается на несколько партий, мелодическая партия, басовая, аккомпанемент, различные фигурации. По нотам это намного визуально более легко считать, чем по табулатурам. Но простые мелодии можно начинать играть по табулатурам, и параллельно, потихонечку, если вы хотите выйти на более серьезный уровень, разбирать ноты. На этом я хочу завершить это видео, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, добра, счастья, и чтобы ваша жизнь была такой, какой вы хотите, чтобы она была. Пусть все ваши мечты исполняются. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам еще раз всего самого наилучшего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok